Частичную мобилизацию объявили 21 сентября и почти сразу соцсети взорвались возмущенными комментариями из-за резкого повышения цен. Хочу написать тем, кто поднял цены на все, что необходимо нашим солдатам. Вы последний наживаете за счет тех, кто вас же и защищает. У таких совести и стыда нет. Соответственно, ни чести, ни достоинства. Верните цены назад. Имейте совесть. В дело пришлось мешаться даже главе республики. Вот что написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале. Лучше верните цены назад, а то вам придется самим готовиться к мобилизации. Дойдем до каждого. Ну а мы решили лично проверить, как обстоят дела с ценами на экипировку сейчас. Своя рубаха ближе к телу, а экипировка тем более. Многие мобилизованные решили не ограничиваться тем, что выдадут в армии, и закупиться дополнительным снаряжением. Мы у Galaxy, где есть магазин, где такое снаряжение продают. Попробуем выяснить, как обстоят дела с ценами и что поменялось после 21 сентября. Можно у вас узнать, как... Нет, нельзя, ребята. Вы же были уже. Почему? Разве? Ну вы же пятые, ребята. Ну вы же скажите, как вам все дела обстоят. Ну ничего не скажу. Никак дела не обстоят. Ну а спрос... Не надо, не снимайте, пожалуйста. Если вы будете выкладывать, молодой человек, это то, что вы сейчас снимаете, будем по-другому. Попытаем удачу здесь, в Удинском пассаже. Что вообще чаще всего покупают сейчас? Наколейники, налокотники, спальники, перчатки тактические. Термобелье? Термобелье, да. Цены? Ну это смотрите на Авито, это не у нас, у нас цены, там можете подойти, посмотреть, все даты указаны, когда ценники были сделаны. А у вас они не менялись? Нет, можете пройти посмотреть. Мы у магазина с Настей Страсти на Комсомольской площади. Попробуем узнать, как дела с экипировкой обстоят здесь. Такой типичный набор, который покупают, он как выглядит, что из себя представляет? Козлики, термобелье, сидушки, рюкзаки. Спальники у вас? Спальники есть что-то еще. А цены поменялись после 21-го? Нет, нет, так же, как и было. На горячей линии Минобороны заверили, что мобилизованным выдают все необходимое. Но конкретный набор зависит от того, в какие войска попадешь. Ну, так, но я не знаю, куда вы попадете. Вот, во всем случае, многие приобретают вот обувь себе более удобную. Вы с собой там можете взять, там, медицинские препараты. Ну, обычно то, что народ берет с собой за границу, здесь берите. Ну, и жгут медицинский возьмите еще. Ну, термобелье, там, белье выдают, наподобие термобелья. Ну, все тоже с собой можете взять. Вот что посоветовал взять с собой недавно вернувшийся с СВО доброволец Виктор с позывным «Бурят». Так, еще момент. Да, еще слова, да, вы что-то принесли. Да я вот так вот тут немножко записал. Удобная обувь, комплект термобелья, спальник, наколенники, тактические наушники и перчатки, веревка с карабином. Помогают военнослужащим и местные блогеры. Например, визажист Сюзанна Аганисян. Она организовала сбор денег и закупку снаряжения для бойцов. Мы собрали 231 тысячу. Это за несколько дней меньше, чем даже за неделю. Мы теплые вещи закупили. Носки, термобелье. Перчатки, кстати, я заказывала с Новосибирска. Почти 100, ну, 96 пар. Потому что здесь их не было. Шапки еще брали. Коврики тоже мы брали. Вещей в городе просто не было. Уже все стали раскупать. И, конечно же, ценники выросли. От этого мы в шоке были. Следующая героиня нашего сюжета пожелала остаться инкогнито. С начала объявления мобилизации мы начали закупать экипировку. Объездили весь город. В магазинах очередь начиналась с улицы. Был сильный ажиотаж. В магазины запускали по два человека. Продукции уже не оставалось с товаров. Мы успели купить только костюм-горку, флисовый костюм, балаклаву, портянки. Все остальное пришлось заказывать из интернета. Те же самые берцы, которые необходимы на все сезоны, их в городе нет. Все за ними, грубо говоря, охотятся. И вот пришлось заказывать из интернета. В итоге у нас получилось около 35 тысяч. Антимонопольная служба продолжает мониторинг цен. В стране выявлено несколько случаев завышения стоимости экипировки. Нарушителям прокуратура вынесла предупреждение. На Дальнем Востоке в ближайшее время будет сформирован единый центр закупок, экипировки и снаряжения. Такое поручение дал полпредпрезидента Юрий Трутнев. Но и Бурятия продолжит закупать все необходимое, написал в своем телеграм-канале Алексей Циденов. Дорс Себеданов, Артур Звержевич, Баир Дугаров, телекомпания АТВ.